В мастерской Александра Оленина кипит работа. Из деревянных брусков мужчина создает шедевры. Вот уже почти готов он, добрый человечек. А у нас, пожалуй, длинноват. Ремесленник хвастается. Ему под силу все виды резьбы. Плоскорельефная, объемная, домовая и садово-парковая. Эта фигура лошади – эксклюзивный заказ из России. Филигранно проработана каждая деталь. У меня есть страница в Инстаграме, через которую я как-то пытаюсь. Выкладываю свои готовые работы. Если кому-то нравится, люди заказывают, покупают. Пандемия коронавируса, признается мужчина, только подстегнула онлайн-продажи. У него за плечами годы работы на местной мебельной фабрике. До этого закончил колледж имени Ларина. Участвовал в конкурсах. Последние два года занимается только ремесленничеством. Мечтает организовать персональную выставку. Я очень долго со своими родными боролся за то, чтобы вот так вот заниматься своим любимым делом. Ну и в итоге, как говорится, переборол. В Бобруське зарегистрировано больше тысячи ремесленников. Развивается около 30 направлений народного творчества. Информация про всех мастеров города хранится во Дворце искусств. Яркие творческие личности, которые работают в различных направлениях, это и бисер, это и художественная обработка кожи, это и скрабукинг, вышивка лентами. Дома сейчас прекрасная возможность именно для творчества представляется, потому что на самом деле в интернете возможностей очень много, мастер-классов предостаточно. Здесь шутят. Стать ремесленником по силу практически каждому. Особенно тем, кто большую часть времени теперь проводит дома на самоизоляции. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруськ-360.